Добрый день, уважаемые подписчики. Вы находитесь на канале Майк Раймс, зовут меня Гера. Сегодня мы поговорим по такой теме, чем отличаются бандитские понятия от уголовных или уголовники от бандитов. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, если есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Всем постараюсь ответить. Приятного просмотра. Когда-то, давным-давно, когда все это зарождалось, так называемое движение ОПГшников, Солнцевский, Люберецкий, и вообще вошел в наш обиход такое понимание, как бандит, на самом деле эта статья была и в уголовном кодексе. На моей памяти по старому она называлась 77-я. Это, соответственно, люди, совершавшие вооруженные налеты, вооруженные ограбления и, соответственно, состояли в устойчивой группировке. Она называлась тогда бандитской. Но до 90-х годов, во всяком случае, то, что помню я, особенным, как бы сказать, шиком или особой профессией обладали, и большинство воров в законе выходило именно почему-то из карманников. Ну, видимо, потому, что в свое время, ну, как я себе это понимал и понимаю, это была такая элитная профессия, и люди, которые совершали вот эти вот кражи из кармана там и так далее, они не связаны были с насилием, и это как бы приветствовалось. Впоследствии, когда уже приходили там 90-е годы и так далее, это все ушло на второй план. То есть стало престижным не само по себе украсть деньги, кошелек и так далее, и человек не заметил, а стало престижно именно какая сумма попала к тебе. Ну, что можно карманнику украсть из кармана, из сумки и так далее? Ну, какой-то кошелек с какими-то деньгами. Ну, скорее всего, какая-то, ну, там, небольшая сумма. Не будем вспоминать, как у нас обычно говорят, что кто-то украл в голодном Ленинграде там эти самые хлебные карточки там и так далее, это мы все опустим. Мы говорим чисто про экономические эффекты этих действий. А, соответственно, когда пришли 90-е годы, то всех волновало только одно, именно какой кушке сорвал. И здесь уже средства, ну, не приходилось выбирать, потому что одно дело ты украл 100 рублей, и другое дело ты украл там тысячу, две, десять, двадцать, или отнял тысячу, десять, двадцать или сто тысяч долларов. Или у кого-то их вымогаешь, или еще что-то там, различные варианты. Главное было количество. И чем больше денег, тем лучше. И, соответственно, средства уже не выбирались. Теперь коснемся самого главного. Бандиты – это, скорее всего, ближе отношение к ОПГ. ОПГ в основном состояло из спортивного вида молодых ребят, которые образовывали так называемые бригады, которые были под началом какого-то авторитета. Возьмем для примера такого известного человека, как Сильвестр. Это Ореховское ОПГ, довольно серьезное, довольно многочисленное, вооруженное до зубов. И в свое время они, ну, я не знаю, как всю Москву, но большую часть действительно держали в страхе, у всех он был на слуху. Почему я его привел? Потому что, когда я пришел на зону, это большие перемерки в Тверская область, то как раз где-то месяца за полтора до моего прихода на эту зону с нее как раз освободился Сильвестр. К чему я это говорю? Что, в принципе, человек, ни разу не сидевший до этого случая, пока он не попал в Тверь, он уже был Сильвестром. У него уже было под контроль на не одна сотня вооруженных до зубов людей. И это были, скорее всего, не уголовники. Это были молодые спортивные ребята из разных частей Москвы, из разных частей Московской области, еще там бог знает откуда. Но, зная, как он сидел в моей зоне, в которой был после него я, сидел, пользуясь своим авторитетом, никогда его не выпячивал, уважал все уголовные понятия, которые там были. И, соответственно, никаких вот в этот момент к нему претензий от уголовников, хотя он, по большому счету, главарь бандитской группировки, ни у него к уголовникам не было. Причем, если взять по серьезности, то в этот момент на зоне равного его не было, но за зону он не грузился, нет, то есть за сморящим за зону он не был. Вот вам пример. Как человек, который никакого отношения к уголовному миру не имеющий, но попав в тюрьму и на зону, совершенно спокойно там существовал, никаких не возникало моментов, не соответствуя его прошлого и уголовных понятий. Изначально, как это, в принципе, было, уголовники всегда любили тишину. Объясню, почему. Вот я, отбыв в общей сложности в районе 10 лет или чуть больше, несколько лет был в розыске. И, в принципе, вот по оружию я рецидивист. То есть у меня два срока было сопряжено, что у меня по старой статье 218 часть 2 было оружие. И последний раз, когда я садился, она уже была 222, это пистолет ТТ у меня был изъят. Что такое в розыске и что такое быть уголовником? Это есть энное количество людей в ваше ближайшее окружение, которое занимается нарушением закона, отнимает, крадет, угоняет и так далее, добиваясь самой главной цели, результата. В отличие от бандитов, которые катаются на стрелке, которые выясняют с помощью оружия между собой, кто круче и так далее, уголовники всегда любили тишину. То есть делали дело, поделили, разбежались, и потом куда-то дели награбленное или наворованное. То есть, если здесь как раз показуха важна и известность, поскольку вы крышуете, вы как бы показываете, что вы сила, то уголовникам это было совершенно не нужно. Они всегда тихо, спокойно добывали себе на пропитание, на какие-то свои нужды, на что угодно, лишь бы это не так сильно афишировалось. Но пришли другие времена, пришли вот эти 90-е годы, и приходилось соответствовать, и уже потихонечку это все стало переплетаться. Например, возьму, допустим, я чаще всего по необходимости, поскольку у меня была иномарка, я ее обслуживал в Зеленограде в гаражах. И в этих гаражах, поскольку иномарки там были и как раз и у бандитов, и у уголовников, мы обслуживались практически у одних и тех же людей. Андрюша, тебе большой привет. Может быть, ты это смотришь. Вот у Андрюхи. И там очень интересные были моменты, когда, как вам сказать, допустим, что такое уголовник. Это человек, прошедший зону, тюрьму, представляющий из себя какой-то в своем мире уголовном авторитет. И приходили люди, которые просто стали бандитами, они до этого были спортсменами, еще кем-то, которые, в принципе, никогда не знали, что такое уголовный мир и понятие. И здесь происходили такие по тем временам небольшие стычки. Вроде бы как эти тоже стали серьезными людьми, но уголовного прошлого нет. А эти прошли довольно-таки серьезный путь с посещениями различных тюрем, различных зон и со всеми сопутствующими с этими негативными явлениями. Почему? Как становишься уголовным авторитетом? Ты проходишь определенный этап, и он сопряжен со всякими событиями, где тебя могут сломать, допустим, администрация, тебя могут сломать такие же уголовники. То есть ты становишься авторитетом не потому, что у тебя костюм дорогой, или у тебя баул большой, или у тебя деньги, или еще что-то. Нет, ты именно становишься за свои поступки, что ты блюдешь понятия, ты живешь порядочной жизнью. И это как показатель говорит о том, что ты человек правильный. У бандитов совершенно другое. Если это серьезная группировка, то это, как правило, несколько человек, несколько машин, все, как правило, вооружены. И тоже из себя представляют силу. Только это сила без, как бы сказать, прошлого. То есть человек, который считает себя, допустим, в ОПГ, ну, серьезным человеком, его делают его окружение и деньги. А вот у уголовников чуть-чуть другое. Уголовный авторитет – это его поступки и прожитые годы в системе специфической, где и закаляется характер. Потому что если взять человека, который прошел определенный путь, связанный с арестами, с избиениями, с нарушением режима, с изоляторами, с шатанием режима и так далее, с голодовками, он уже кое-что прошел. И он себе цену знает, и люди его знают. Ну, как он сидел, где сидел. Он свою репутацию заработал этими отсиженными годами и правильными поступками. У бандита этого нет. У бандита есть пистолеты, есть такие же друганы, с автоматами, с пулеметами и так далее. На хороших машинах – да. Но если коснуться и ситуацию поменять, то как он себя поведет в режиме, когда нужно постоять за себя, когда нет вокруг тебя этих друзей-бандитов, когда нет у тебя этих мерседесов, именно ты один, и на тебя оказывает давление вот этот весь административный правовой режим, когда с тебя выбивают показания, и когда к тебе происходят различные подходы, порой связанные с потерей здоровья и так далее. Не буду проявить примеры, все вы их знаете, потому что можно попасть так, что там жизнь твоя будет на волоске. И как себя в этот момент поведет этот крутой бандит – неизвестно. И поэтому, когда они пересекались между собой, хотя Зеленоград – небольшой город, а я знал и тех, и этих, причем вот мне недавно, ну как недавно, года там 4 или 5 назад как раз звонил Андрюха, говорит, ты у нас последний остался. Просто привожу пример. Уже все эти годы прошли, и уже никого в живых моих там с версией, кто был постарше, нету. Пашу Зеленоградского застрелили у подъезда Солнцевской ОПГ. Рыбу, которой мы тогда дружили, еще тогда на всяких этих девятках и семерках ездили, убили, когда он выходил со стоянки. Один выстрел в живот, другой в голову. Витька Сигай, значит, вышел из подъезда, граната под его рейндж-ровер, значит, вышел из рейндж-ровера и был расстрелян из Калашникова. И вот так, в принципе, хотя уже времена эти ушли, когда стреляли на каждом шагу, все равно прошлое находило. И поэтому мы приходим к самому главному, давайте подведем выводы, чем отличаются и почему между собой были натянуты отношения. Не всегда, потому что многие иногда были и приятелями. То есть человек, отсидевший, мог совершенно спокойно дружить с бандитом. Потому что, ну, они, во-первых, знакомы, во-вторых, если за бандитом никаких таких серьезных, ну, по уголовным понятиям, если, ну, кому надо, вы можете их посмотреть, они там, ну, как бы человеческие все. Если он эти понятия не нарушал, не делал никаких негодяйских поступков, не давал показаний, не стучал там и так далее, то по большому счету к бандиту претензий не было. То есть грань, которая пошла уже после 90-х годов, когда практически эти вооруженные группировки, ну, практически были все, и уголовники, которые были с понятиями воровскими, и бандиты, которые присоединили одно понятие, это самое, деньги, и старшие товарищи, то, соответственно, это все потихонечку стиралось. Но изначально было две вещи. Эти люди, которые знали о себе цену, потому что много что прошли, а эти люди считались совершенно себя равными и считающими, что могут навязывать свое, только потому, что у них было оружие, у них были деньги, и у них была, ну, чуть-чуть по-другому выстроена иерархия. Надеюсь, что вам было интересно. Если остались или появятся какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. По самым интересным или по часу задаваемым вопросам готовы снять видео, где уже разложим по полочкам то, что вас интересует. До скорой встречи!